Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гриша. Ну что ж, прогулки по расписанию. Москва. Супер новость. Не нужно разрешение, но по расписанию. Дома определены в очереди. Каждая очередь гуляет в свой день. Что можно сказать? Это, конечно, фантастика. Еще даже, какие там, год-полгода назад невозможно было себе представить, что что-то подобное будет происходить в реальности. Это, наверное, в страшном сне бы никому не приснилось. Да даже если бы в фильме сняли такого не додуматься. Безусловно, конечно, нужно делать профилактику и соблюдать все меры, которые говорят соблюдать. Вот в Дагестане, видите, не соблюдали вовремя, не приняли что-то еще там где-то как-то. И во что все это вылилось? Страшные абсолютно последствия. Но сама идея, понимаете, прогулок. Не знаю, лагерный баланду-то будут давать, нет? Значит, все дело в том, что с 1 июня москвичам разрешили выходить на улицу для прогулок и занятий спортом. Для каждого дома будут определены дни недели, когда жильцам можно выйти на прогулку. Маршрут разрешенных прогулок ограничен радиусом 2 километра от дома. Гулять и заниматься спортом можно только в маске. Пользоваться скамейками и другой уличной инфраструктурой нельзя. То есть гулять можно, на скамейку сесть нельзя. Вот так вот. Искусственный интеллект будет за вами по камере смотреть, наверное, не знаю я. Время прогулок определено с 9 до 9. График прогулочных дней доступен на портале Мосру. Он появится на интернет-портале Яндекс в мобильных приложениях. То есть у нас что был? Навигатор, Яндекс.Карты и так далее. А теперь график прогулок. График прогулок. Куклео, да? На Яндексе. График прогулок. Да. Слов нет. Слов нет. Более миллиона раз москвичи подсчитали, уже воспользовались сервисом столичной мэрии, где можно узнать расписание прогулок. Число обращений к функции подсчитали в пресс-службе Департамент информационной технологии Москвы. Пишет РИА Новости. Кроме того, около 50 тысяч раз горожане воспользовались сервисом пешей прогулки в мобильном приложении Моя Москва. Сколько развелось каких-то мобильных приложений? Какие-то... С 1 июня, да, но я уже сказал, по его словам, по словам Собянина, москвичам не понадобится специальный пробок, чтобы пойти в парк или сквер. Опубликована карта, дома разбиты на 6 групп. Жильцам домов 1 группа будет разрешено гулять 1, 3, 6, 9, 10, 14 июня, 2, 1, 3, 7, 9, 11, 13 и так далее. Значит, и свое комментарий свой дала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она сказала, что ни в коем случае нельзя допустить ухудшение эпидемиологической ситуации. Она говорит, я понимаю, что увешанная графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудреным. И кажется, ну чего проще, все мы люди грамотные, разрешили гулять, мы и будем гулять нормально. Вы прекрасно все понимаете, как выглядит Москва, улицы Москвы, парки Москвы, в обычный летний погожий день. Они просто наполняются и заполняются людьми. А что же будет, если с остававшейся погулянием москвичи одновременно все выйдут? Вы знаете, ну, я, конечно, скажу, что в первую очередь жизни людей и в первую очередь, конечно, нужно думать о здоровье людей. Но сама идея, она выглядит не мудреной. Она выглядит довольно какой-то такой, ну, по меньшей мере, мягко говоря, странной. Или нельзя гулять, или можно гулять. Если, например, вы вводите это, как вы говорите, на две недели, ну, я думаю, что людям же можно было выходить до магазина, но сейчас и до магазина пропуска какие-то стали вводить. Вопрос в том, что, ну, можно было разрешить людям до магазина ближайшего ходить спокойно, в маске, в перчатках, но люди бы и вот пользовались, возможность немножечко пройтись до магазина обратно. Да и все, в общем-то говоря. А зачем человеку идти в парк или сквер, значит, зная, что он не может ни сесть, ни здесь не присесть, ни тут не присесть он не может. Значит, и еще он по графику. Вот для меня, например, это было бы, если бы мне сейчас сказали, что я должен гулять по графику, да, для меня это было бы просто унизительно, я скажу так. Я считаю, что это для здоровья может и хорошо, но в морально-нравственном, этическом плане это унижение человеческого достоинства, я просто так считаю. Если человек осужден, конечно, и отбывает срок, да, это, так скажем, в рамках этого, но если человека свободного обязывают гулять, да, вот меня обязали гулять, к примеру, там, по определенным дням, я могу только выйти, я бы вообще не выходил. Просто не выходил, потому что, ну, либо вы дайте возможность людям до магазина сходить, но я схожу до магазина, пройдусь вот, 5-7 минут, подышу, да, обратно вернусь. Понимаете, в чем дело? А здесь, в чем, в чем смысл? Ну, более миллиона москвичей обратились, ну, они посмотрели, ну, а сколько воспользовались-то в итоге для этой прогулки? Сколько воспользовались? И вы знаете, я не думаю, что у нас люди, прямо, если вы скажете, можно гулять, ринутся всей, всей толпой, вся Москва выйдет на прогулки. Очень много людей до 95-97 процентов осторожничают, и даже, когда можно выйти, они предпочтут, если есть возможность, не выходить и избегать скопления людей. У людей уже сейчас выработалось понимание того, что нужно соблюдать эту социальную дистанцию. Люди не лезут в толпу, поэтому, не знаю, мне кажется, это унижает человеческое достоинство. А если это для здоровья, для всего, с другой стороны, конечно, это полезно. Может быть, кому-то интересно будет, что вот в этот день он может выйти, он пойдет, так сказать, три часа будет гулять, наслаждаться воздухом. Не знаю. Напишите ваше мнение, мне просто интересно, что думаете по этому поводу. С вами был Вуд Дегрис, наобед, подписывайтесь на мой канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.